50 миллиардов рублей получит Алтайский край на развитие туризма. Такое заявление сделал председатель правительства страны Михаил Мишустин. Зерно, сено и сенаж. В регионе стартовала уборочная кампания. Какие прогнозы на урожай? Вакансия закрыта, претендент утвержден. Спустя 10 лет в Краевом театре драмы появился постоянный главный режиссер. Кто он? Больше 50 миллиардов рублей направят на развитие туризма в Алтайском крае в ближайшие пять лет. Об этом сегодня заявил председатель правительства России Михаил Мишустин во время рабочего визита в республику Алтай. Там сегодня прошло выездное совещание по развитию туризма. Михаил Мишустин подчеркнул, что 50 миллиардов рублей наш край получит до 2028 года. Источником финансирования выступят инвесторы. Инвестпортфель, по словам Мишустина, это 41 договор с бизнесом, больше 4,5 тысяч номеров и больше 4 тысяч рабочих мест. Также внимание к Алтайскому краю объяснимо. В прошлом году турпоток нам превысил 2 миллиона человек, а в этом сезоне должен увеличиться еще на несколько процентов. Чаще всего отдыхающие выбирают Белокуриху, но растет интерес и к другим природным объектам. В Алтайском крае активно строятся номера. Почти миллиард рублей господдержки выделен на создание модульных отелей. В рамках совещания презентовали бутик-отель модульного типа «Август» на территории Бирюзовой Катуни. Благодаря господдержке в отеле вдвое увеличат количество номеров. От частных инвестиций только в прошлом году край получил в размере 2,5 миллиардов рублей. И это рекорд. Добавим, что по развитию внутреннего туризма Алтай в лидерах по стране. Самые масштабные рекреационные проекты – Бирюзовая Катунь, Сибирская Монета, Белокуриха, Горная. Михаил Мишостин подчеркнул, что туруслуги нужно взять под особый контроль после резонансного ДТП в районе Каракольских озер, которое случилось накануне. Дети ждут приезда родителей в Чемальской районной больницы. Трое пострадавших доставлены в республиканскую больницу. Состояние двоих детей стабильное. Женщина находится в тяжелом состоянии. То, что касается жизни и безопасности людей, должно быть под особым контролем. Федеральные и региональные власти должны обратить самое серьезное внимание на то, как оказываются туристические услуги. Хорошо бы вместе с бизнесом поискать решение, чтобы минимизировать повторения подобных случаев. Будем разбираться с каждой конкретной ситуацией. Это касается не только республики, но и всех российских регионов. Избирательная кампания в крае перешла в решающую стадию. Зарегистрирован первый кандидат на пост губернатора. Это действующий глава региона Виктор Томенко. Он представил в избирательную комиссию необходимый пакет документов, в том числе 527 листов поддержки кандидата с подписями депутатов разного уровня и глав муниципальных образований края. Все подписи зачтены. Удостоверение кандидатов губернатора Алтайского края первым получил Виктор Томенко. Избирательная комиссия края зарегистрировала его в качестве такового после обработки предоставленных документов. Проверку прошли и 527 подписей депутатов разного уровня, которые поддержали выдвижение Томенко. Другие кандидаты в губернаторы пока не зарегистрированы, но необходимое количество подписей для прохождения муниципального фильтра в избирком накануне сдала кандидат от «Справедливой России» за правду Евгения Боровикова. С момента принятия решения администрации, а кандидат уже выступает в новом качестве, приобретает весь необходимый объем прав, обязанностей, тех ограничений и соблюдения тех требований, которые установлены действующим избирательным законодательством. Другие претенденты на посты губернатора продолжают сбор подписей. Предоставить их необходимо до 29 июля. Дмитрий Дроздов, День с толком. Более 400 тонн зерна нового урожая собрали в Алтайском крае. В регионе стартовала уборочная компания. В Троицком районе с площади 500 гектаров убрали лен-долгунец. В Баевском, Хабарском и других обмолотили первые сотни гектаров возимых зерновых. Параллельно сельхозпроизводители выборочно обмолачивают ранние яровые, зерновые и зернобобовые. Началась также заготовка кормов. На сегодняшний день заготовлено 23% от необходимого количества сена и 36% сенажа. Отметим, что завершится уборочная кампания поздней осенью. По предварительным прогнозам, по ряду сельхозкультур урожай этого года может быть несколько ниже прошлогоднего из-за заморозков в мае и нескольких периодов аномальной жары в июне и июле. В Алтайском крае появились жители, которые получили максимально возможную сумму по социальному контракту. Это договор, который государство заключает с людьми, чьи доходы ниже прожиточного минимума, чтобы помочь им найти выход из трудной жизненной ситуации. Как это сделать и какова максимальная сумма поддержки нуждающихся, расскажет Юлия Щепина. Марина Ивченко – мама троих детей и одновременно предприниматель. Несколько лет назад она открыла детскую игровую комнату, но из-за пандемии ее пришлось закрыть. Марина стала безработной, но благодаря социальному контракту она снова смогла обрести свое дело. Я стояла на бирже труда, уже подходил к концу моей учета на бирже труда, мне позвонили соцзащиты, ну и предложили какое-то дело семейное, что можно получить соцконтракт. Я, конечно, спасибо, долго не думала, вспомнила про свою игровую, и вот все новое закупили, оформили все быстро, документы собрали. Социальный контракт дает шанс людям с низкими доходами улучшить уровень жизни. Так, за последние годы этим видом поддержки в регионе воспользовалось больше 4,5 тысяч жителей. Марина, в частности, смогла арендовать помещение на два месяца, закупить батут, сухой бассейн, напольное покрытие и игрушки. Что больше всего нравится? Прыгать на батуте, там в шарики лететь. Крочется быть аману, ну то есть попрыгать аману на батуте, ну ни то не дает, поэтому приходится вместе прыгать. Кроме открытия собственного дела, которое, кстати, весьма популярно среди направлений соцконтракта, финансовую поддержку оказывают при поиске наемной работы, ведения и развития личного подсобного хозяйства. Для каждого направления есть свой потолок. То, что касается индивидуальных предпринимателей, это 350 тысяч. То, что касается разведения или ведения личного подсобного хозяйства, это 200 тысяч на сегодняшний день. То, что касается поиска работы, выплата идет ежемесячная по 13-373 рубля. Марина получила максимально возможную сумму поддержки. Для этого она предоставила и защитила подробный бизнес-план. По словам женщины, получить поддержку не так уж и сложно. Главное иметь желание, остальное подскажут в соцзащите. Добавим, благодаря соцконтракту поменять статус безработного на предприниматель смогли порядка 1400 человек в крае. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. У Краевого театра драмы имени Шукшина появился отец. Спустя 10 лет в театре закрыта должность постоянного главного режиссера. Занял ее Георгий Цнабеладзе. Алтайскому зрителю этот режиссер уже знаком по нескольким работам. Так, в 2020-м на базе драмы он поставил спектакль эскиз по пьесе «Дождись дождя», а в Бийском драматическом театре спектакль Ханума. Какие планы руководство театра ставит в связи с появлением нового главного режиссера, надолго ли он к нам с учетом скандальных уходов из театра прошлых режиссеров, узнавала наша съемочная группа. Автор постановок более чем в 30 театрах, в том числе в Вашингтоне и Милане Бухаресте. Постоянный участник всероссийских режиссерских лабораторий. Один из пяти лучших режиссеров страны по версии журнала «Тайм-аут» за 2020 год Георгий Цнабеладзе. В том же году он поставил спектакль эскиз в краевой драме «Ихана Мувбийской» и тут же стал своим из-за необычной привычки. У него были такие с загнутыми носками тапочки, и он в этих тапочках репетировал. И мне сейчас артисты говорят, мы когда его тогда в тапочках увидели, поняли, что наш человек. Могу босиком, могу там… И все артисты влюбились. В чем-то, но не могу выйти на сцену в уличном уровне. И вот Георгий назначен главным режиссером краевого театра драмы. Эта должность поставала 10 лет и вряд ли освободится в ближайшие годы. Это брак. Он предполагается по любви. Хотя я не возражаю, если у Любови Михайловны этот брак по расчету. Главное, чтобы расчет был правильный. Поэтому, естественно, когда заключаешь брак, предполагаешь, что он будет всегда. Вечно. Опасения журналистов не безосновательны. Тройка последних главных режиссеров драмы запомнилась яркими постановками и скандальным уходом. Владимир Золотарь создал Войцика, который прославил Алтайский театр на всю Россию, получив золотую маску, и возмутил против себя власти. Роман Феодорий поставил на нашей сцене мамашу Кураж и ее дети. Еще одна золотая маска. По негласным источникам уволился из-за недопониманий с труппой. Илья Реттенберг отличился смелыми метафорами разгневов некоторых зрителей, а потом и чиновников. Из-за проблем с самовыражением и организацией процесса покинул театр. Есть ли рамки дозволенного для нового главного режиссера? Руководство театра уверяет, что нет. К великому счастью, у нас вменяемый министр и вменяемый губернатор. Я очень мечтаю, что они останутся еще надолго, потому что за последние пять лет ни разу никто даже не попытался пальчиком погрозить. Георгий Ценобеладзе уже готовит первую постановку «Король лир» с легендой Алтайского театра Георгием Обуховым. Признается, что часто выбирает для работы прозу. Уверен, нужно выбирать произведения, которые пересекаются с историей России и не боятся экспериментировать. Мне приятно смотреть в афишу, в которой есть названия, которые не идут в других театрах. Мне нравится, что здесь ищут, пробуют, где-то дебютируют. Директор Любовь Березина сказала, что теперь у нее появится время для работы над экспериментальной сценой. А Георгий Ценобеладзе обозначил такие будущие премьеры, как пластический спектакль и работу про Германа Титова. Заверил, что поборется за молодежь. Ведь если старшее поколение идет в театр по привычке, молодые люди это делают, когда им действительно интересно. Второй месяц лета подходит к концу и пора отпусков сейчас в самом разгаре. Июль по статистике считается самым популярным для отдыха месяцем. Как много бурноульцев уже успело отдохнуть? Где они проводят отпуск? И есть ли в краевой столице, по их мнению, места, где приятно отдохнуть? С этими вопросами наша съемочная группа обратилась к людям на улицах города. Развлечений каких-нибудь? Не знаю. Пока пустая, но красивая. Нет, ну съездить никуда. А отдохнуть? Ну вот здесь отдыхаем. Мне здесь нравится. Ну по желаниям может быть больше кафе. Даже вот здесь, на этой площади, конечно, можно сделать больше кафе. И в городе также, чтобы можно где было присесть, отдохнуть, попить, выпить кофе, чашечку. Успели отдохнуть, насладиться этими летними медиками? Нет. Нет? А как проводишь сегодня? В командировках постоянно. А, в командировках? Приехал неделю отдохнуть, сейчас обратно погулять. Вот парк. А вот? В Дельвейском какой-нибудь. Летние денечки мы занимаемся спортом. Пробежки, прогулки. Больше спортивного отдыха. В Варнауле довольно довольно много спортивных площадок. Ну, хотелось бы добавить, да, чтобы в каждом дворе, чтобы каждый ребенок мог в шаговой доступности заняться спортом. На горном парке можно было для ребятишек какие-то развлечения сделать карусели, поставить или чертова колеса. Здесь было бы уместно. Успели отдохнуть в горном Алтае. А чего бы еще хотели, чтобы в Варнауле появилось, чтобы можно было там отдохнуть? Ну, мне кажется, может быть специальных зон для отдыха на природе. С какими-то лежаками, скамейками. Чисто, знаете, на природе уединения. В Варнауле не хватает каких-нибудь таких пешеходных улочек, которых можно было хорошо пройтись, посмотреть всякие разные развлечения. Может быть, какие-то уличные музыканты были бы там, развлекали людей. В Варнауле кажется родным городом. То, что все тут родное и даже по-своему красивым. Международная экспедиция по сохранению снежных барсов стартовала на Алтае. Представители СМИ, популярные блогеры, российские монгольские ученые отправились в Сейлюгемский национальный парк увидеть уникальную природу Алтая и узнать, как работают фотоловушки, благодаря которым удается контролировать численность неуловимых хищников. Подробности далее. Кошагачский район, граница с Монголией, Сейлюгемский национальный парк. Коренное население, путешественники, туристы здесь лишь гости. Место целиком и полностью находится во власти диких животных, в частности снежного барса, который из-за хозяйственной деятельности человека и браконьерства находится на грани исчезновения. Отслеживать численность барсов в республике Алтай помогают фотоловушки. Сегодня на территории парка установлены 143 камеры. В этом году они помогли распознать 39 ирбисов. Мы, конечно, очень сильно продвинулись, когда у нас появились фотоловушки. Да, это сейчас наш основной инструмент, и мы наконец-то стали понимать, сколько у нас и где точно ирбисов. И мы всегда, когда дали численность о итогах учета ежегодных, мы всегда даем только тех, которых мы запечатлели на фотоловушке. По индивидуальному рисунку пятен мы определяем каждую особь отдельно. Реализация проекта по сохранению численности краснокнижных животных на территории нацпарка стала возможной благодаря компании «Эволар». Фармкомпания уже не первый год поддерживает экологические проекты на Алтае. И проект по сохранению неповторимой природы горного региона уже приносит плоды. Помогает получать достоверную информацию о популяции снежного барса, отслеживать его кормовую базу и выявлять новые места обитания снежных леопардов. При установке фотоловушек людей появляется там меньше, особенно браконьеров, охотников. Получается, что фактор беспокойства у животных низкий. Животные остаются на этих местах, допустим, те же козероги, и снежный барс в этих местах закрепляется и остается. Но я думаю, дальше с проектом мы найдем новые места, новых снежных барсов, новые особи. И я думаю, совместно придумаем какие-нибудь клички. По итогам экспедиции российские и зарубежные ученые проведут круглый стол, на котором проработают дальнейшие меры по защите популяции редчайших кошек на планете. Мария Мацаева, Валентина Аскерова. День с толком. Алтайские кунг-фуисты – победители международных состязаний, которые проходили в Москве. В течение трех дней на стадионе «Лужники» больше ста спортсменов из 27 регионов России соревновались в умении владеть китайскими боевыми искусствами. В их числе игра в шахматы «Поднебесная», китайская живопись и каллиграфия, а также знания о конфуцианстве. Но наши спортсмены стали лучшими именно в боевом искусстве. Отметим, оно бесконтактное с элементами демонстрации. Наивысший балл в личном первенстве набрал 19-летний барнаулиц Никита Елунин в числе призеров и Алексей Звонарев. Теперь оба парня имеют звание кандидата в мастера спорта. Почеркнем также, что в целом сборная команда Алтайского края признана лучшей на этом турнире. Спортсмены в упорной борьбе завоевали кубок «Конфуция», который поедет в город Барнаул и будет прославлять алтайских спортсменов. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова